Эльяс Эсенберлин. Золотая Орда. Книга вторая. Шесть голов Айдахара. Читает Джохангир Абдулаев. Шесть голов Айдахара. Вторая книга. Знаменитой исторической трилогии Золотая Орда. Эльяс Эсенберлин впервые в казахской литературе сумел систематизировать отдельные исторические материалы сложнейшего периода расцвета и падения Золотой Орды. Автор с эпическим размахом отобразил реальный динамизм исторических событий, создал неповторимые образы людей Великой Степи той эпохи. Эльяс Эсенберлин. Шесть голов Айдахара. Золотая Орда. Книга вторая. Глава первая. Огромная туча, похожая на черного дракона, с распростертыми в полнеба крыльями, стремительно поднималась над горизонтом. Остановилось солнце, охваченное ужасом. Молкли птицы, поникли, повяли цветы и травы, и тугой порыв ветра со зловещим шорохом прогатился по степи от края до края. По озеру, сделавшемуся похожим на тускло слитых серебра, побежала мелкая рябь. Тот же дракон ударилась грудью, а золотой диск солнца и заворочилась, захлубилась сизым дымным туманом. В глубоких степных балках протяжно со всхалипами завыли волки. От поверхности озера поднялся к небу гудящий, раскачивающийся смерч. Раздвинулась тусклая вода, и узбек хан вдруг увидел себя и услышал свой голос. Держа перед лицом раскрытые ладони, он негромко читал молитву. Рядом с ним, по правую руку, на почетном месте Тора, сидел новый хан Золотой Орды, сын недавно умершего Токтая Эл-Басбэш. Дальше эмир Кутлуктемир, а чуть ниже его главный визир хана Кадак. Великое горе привело узбека и его родственника Кутлуктемира в Орду из далекого Ургенча. В год свиньи 1311 ушел из жизни хан Токтай, и по древнему обычаю должны были они приехать хоть на край земли, чтобы сказать близким покойного слова утешения. И когда узбек произнес последнее слово молитвы, и все должны были сказать «Аминь», Кутлуктемир вдруг сделал резкое движение. Послышался пронзительный короткий свист, словно через прохладный полумрак юрты пронесся стремительно стриж. И голова визирья Кадака упала на красный персидский ковер. Узбек увидел ее совсем рядом, расширенные слезящиеся глаза визиря и шевелящиеся старческие губы, словно пытающиеся что-то сказать. Рука узбека метулась к левому бедру, кривой кипчакской сабли. Елбас-быш отшатнулся от него, но было поздно. Сверкнуло тонкое стальное лезвие, и голова хана покатилась по ковру. Узбек вскочил на ноги и, не владея собой, оскалив зубы, нанес еще несколько ударов по обезглавленному, корчащемуся телу Элбас-быша. Безумными глазами обвел он юрту. Белый войлок ее стен был забрызган кровью. Узбек посмотрел на Кутлуктемира. Эмир очень спокойно вытер саблю голубым шелковым платком и вложил ее в ножны. Узбеку показалось, чьи-то липкие сильные ладони вдруг сжали ему горло, и он рванулся всем телом, пытаясь освободиться от них. Рот его открылся в крики, но из горла вырвался только страшный сдавленный хрип. От этого хрипа хан и проснулся. Глаза его лихорадочно шарили вокруг, пытаясь увидеть врага. Тело тряслось, а рука искала кинжал, спрятанный под ковром у изголовья. Но в юрте никого не было. В тонких, как стрелы, лучиках солнца, падающих сквозь отверстия в своде юрты, клубились золотистые пылинки, и слышно было, как за тонкими стенами перемещались тулингиты, охраняющие покой великого хана Золотой Орды. Узбек вытер выступивший на лбу пот, шепотом прочитал молитву и провел по лицу сложенными ладонями. Проклятый сон! Больше десяти лет прошло с того страшного дня. Сколько же еще нужно времени, чтобы забылись те давние события? Ураны заметали дешни кипчак, яростное солнце сжигало в ней траву дотла, а память по-прежнему хранит все четко и ясно, словно под нею невластно время, словно все это произошло вчера. Зачем тогда кромсал он с сабли обезглавленное тело? Ведь Элбас-Быш был мертв, тем более, что врагами они никогда не были. Если бы не ханский трон, если бы! Что делить двоюродным братьям, которые знали и любили друг друга с детства? Но прошла пора, и встал между ними трон Золотой Орды, а оба они были чингизидами, и самой судьбой им предначерталось провести свою жизнь в войнах и распрях, в подозрительности и вражде? Ни разу за все время, что прошло с тех пор, как он коварно убил Элбас-Быша, узбек не пожалел о случившемся. Он хотел этого и знал, что делал. Его беспокоило другое. Он не мог объяснить, откуда у него тогда появился страх, и почему он поднял руку на мертвого хана. Узбек хотел прогнать воспоминания, но возбужденный недавним сном мозг не подчинялся его воле. Словно ковыльные волны под ветром, потекло время вспять, и перед глазами встала давняя, навсегда врезавшаяся в память. Это было детство, когда небо, земля и люди казались большими. Однажды, ранней весной, аула среднего сына Менгутемира, Тактая, и самого младшего, Тагралше, выбирая место для литовки, встретились на берегу могучего Етиля. Тогда Тактай еще не был ханом, и никто не знал, что предначертано ему судьбой. И оттого между братьями и принадлежащими им аулами царил мир, и солнце светило для них одинаково ласково. Узбек и Элбасмыш были ровесниками, им исполнилось по шесть лет. Целые дни проводили они вместе, устраивали скачки на стригунках, ловили селками птиц. Они мечтали быть воинами, такими же смелыми и беспощадными, как был их великий предок Чингисхан. Поэтому все, что попадалось в их селки, они предавали смерти. И каждый стремился показать другому свое бесстрашие. Однажды их добычей стал обыкновенный воробей. Узбек подбежал к нему первым, и, спустив торжествующий вопль, оторвал птице голову, потом подбросил окровавленный комочек перьев вверх. Случилось чудо. Безголовый воробей вдруг быстро-быстро замахал крыльями и полетел над степью. Изумленные, они смотрели ему вслед, пока воробей не исчез в зарослих Чия. Узбек и Элбас-Быш долго искали птицу, но так и не нашли ее. Увиденное потрясло обоих. Что-то загадочное было в случившемся. Куда делась птица? Почему, если ей было предназначено умереть, она продолжала жить, даже когда ее лишили головы? Через охвативший юного Узбека страх просочилась вдруг тогда еще непонятная до конца мысль, что врага надо добивать и не верить в его смерть до тех пор, пока тело его не изрублено на куски. Наверное, именно это далекое и почти забытое, сидящее где-то глубоко в мозгу, воспоминания заставило Узбека продолжать рубить бездыханного Элбас-Быша. Узбек-Хан верил в судьбу и потому не мучился сомнениями. Если бы небу было угодно, то сабля выпала бы из его рук, когда он поднял ее на двоюродного брата, и Элбас-Быш продолжал бы счастливо править Ордой. Все в руках Аллаха. Только его волей определяются пути каждого из живущих на земле. Зачем тревожить свою совесть и искать оправдание, если все было заранее предначертано? Успокоение снизошло на Узбек-Хана. Судьба. Кто смеет ей противиться? Разве не ею было уготовано воину Карабаю то, что с ним случилось? Давно это произошло. Узбек уже стал юношей и, как положено Чингизиду, принимал участие в походах и сражениях. Бесстрашный Тумен и Ногая осадили одну из кавказских крепостей. Защищали ее воины Ильхана Газана. Креба стояла на крытом склоне горы и войскам Золотой Орды пришлось нелегко. Из-за высоких стен в нападающих летели огромные камни, которые бросали защитники с помощью китайских питательных машин. Воины отыскали на склоне горы пещеру и Узбек вместе с сопровождающими ее тулингутами укрылся в ней, чтобы немного передохнуть. Вещера была просторной, высокая и отверстие в своде делало ее похожей на юрту. Тулингиты развели костер, чтобы сварить мясо. Узбек прилег на разосланной у стены кашбе. Сюда, под землю, звуки сражения долетали слабо. Слышен был лишь слитный гул голосов многотысячного войска, штурмующего крепость. Да изредка вздрагивала земля, когда рядом с пещерой падал большой камень. Вдруг что-то круглое черное влетело в отверстие, своде пещеры ударилось об пол и, покатившись по нему, выкатилось наружу. Узбек привстал и увидел, что это человеческая голова. Один из тулингитов вышел из пещеры, чтобы распотреть ее поближе. Вскоре он вернулся. «Это голова тернобородого Карабая», сказал Тулингит. «Видно, камень, брошенный китайской машиной, перебил ему шею, и голова через отверстие упала к нам». «Я знаю Карабая», сказал Узбек. «Это был смелый воин. Мир его душе». Тулингиты согласно закивали. Многие из них тоже знали погибшего воина. Свод пещеры задрожал, на сидящих посыпались мелкие камешки. Узбек поднялся с пола, собираясь выйти из пещеры, чтобы узнать, что происходит у стен крепости. Ему оставалось сделать один шаг, и тут огромный камень упал у входа в пещеру, точно на то место, где лежала голова несчастного Карабая. Удивление. Страх отразились на лице Тулингитов. Такого им не доводилось видеть. Дважды смерть нашла одного и того же человека. «Только судьба могла так распорядиться», — своеверным страхом подумал Узбек. «Не был ли он сам орудием судьбы, когда задумал убить Элбас Пыша? И коль получилось так, как он захотел, не само ли небо покровительствовало ему? Да, только судьба выбирает, кому сидеть на троне Золотой Орды. Все предопределено». Мысли Узбекана вернулись к тем дням, когда он решился на убийство двоюродного брата. Элбас Пыша сделал ханом визирь Кадак. Оставалось править поминки по Токтаю, и можно было собирать Курултай, который бы подтвердил, что все совершено согласно есе великого Чингисхана. А что значит Курултай для человека, который уже сидит на Золотом Троне? Кто посмеет возразить? И друзья, и враги будут дружно бросать в небо Борики и кричать славу новому хану, потому что каждый, кто решится поступить иначе, не доживет даже до рождения нового месяца. Руки хана длинны, и у него всегда найдутся те, кто рад будет выполнить его волю. Непокорного или просто недовольного удавят, или он упадет на охоте с коня, и его найдут степи со сломанным позвоночником. Так решают чингизиды свои споры. И узбек не выказал тогда недовольства. Глубоко упрятав зависть к двоюродному брату, он вместе с преданным ему Кутлуктемиром и с большим отрядом воинов приехал в Орду, чтобы выразить соболезнования новому хану. Так принято в степи, и только в одном поступил по-иному узбек. Он не повел отряд в Орду, а велел ему до поры укрыться во врагах Блиставки. А когда совершилось то, ради чего приехал узбек и Кутлуктемир, когда головы ел баспыша и кадака упали к их догам, вот тогда-то преданные воины окружили Орду. Через три недели все эмиры, беки и ноены вырезали покордость новому хану и подняли его на белой кашбе, как велела бычий. И потекло время, как воды великого Итиля, то бурно и стремительно, то величаво и спокойно. Через семь лет, после того, как узбек сел на трон Золотой Орды в год лошади 1318, он совершил свой первый поход в Иран, не спеша, тщательно готовился хан к нему. И от того движения его туменов было похоже на стремительный, все сметающий на своем пути бурный поток. Каждый в садике имел по два заводных коня. Воины, загаленные на долгих облавных охотах, не знали усталости. Они пересаживались с одной лошади на другую, покрывали за день огромные расстояния. Многие носили кольчуги и железные шлемы, а кони беков, эмиров и ноенов были украшены серебром. И впереди этого войска, под белым знаменем Золотой Орды, ехал он, узбек хан. Легко и радостно он чувствовал себя, сидя на гнедом, густогривом и на хоце. Кровь кипела в молодом стройном теле, и горбоносое сухое лицо было красивым и строгим. Стремительно было движение туменов узбека. Вскоре, далеко позади, остались желтые просторы дешний кипчак, и миновав широкий и тихий тан, они вышли к дербенту. Железные ворота гостеприимно распахнулись перед ханом. Местная мусульманская знать не оказала сопротивления единоверцу. Узбек хана ждали, и потому появление Золота Ордынского войска явилось полной неожиданностью для эмира Тарамтаза, поставленного Ильханом защищать рубежи государства. Словно бешеный поток хлынули тумены узбека через железные ворота на равнину Шарвана, сметая на своем пути немногочисленные отряды врага. Небо покровительствовало хану в первом походе, и удачу его не оставляло. Через несколько дней белое знамя Орды уже развивалось на берегу Куры, и воины, довольные легкой победой и богатой добычей, ставили свои походные шатры в зеленой и прохладной долине. Как и Берке, Узбек хан был ревностным мусульманином. Узнав, что неподалеку от привала его туменов находится Ханака, обитель дервишей из могущественного мусульманского ордена суфийцев, хан отправил к ним близких людей во главе с братом Кутлук-Тибира сарай Кутлуком. Дервиши встретили посланцев хана с большим почетом. Шаих Ханаки вознес Аллаху молитву, прося долгой жизни опоры ислама великому узбеку хану и побед над неверными его доблестому войску. И только после обильного угощения, когда гости собирались в обратный путь, словно невзначай, шейх пожаловался сарай Кутлуку на обиды, нанесенные воинами орды ордену. Слова его были пристойны, лицо излучало доброту, но в глазах, глубоко спрятанных под кустистыми бровями, вспыхивали жесткие, недобрые огоньки. Тихим голосом, склонившись в полупоклоне, шейх говорил, «Ноблестные воины великого узбеку хана захватили много наших людей, угнали 30 тысяч баранов. Нашлись такие, кто забыл заповеди пророка Мухаммеда, прольстился имуществом, принадлежащим мечети и слугам Аллаха. Пусть великий хан проявит справедливость и поможет нам вернуть то, что оттелю у нас его воины. Аллах вознаградит его и продлит ему счастливые дни царствования». «Я передам твои слова моему повелителю, о мудрый шейх», сказал сарай-кутлук. И он передал их узбек хану. Хан Золотой Орды впал в ярость. Ему хорошо, знающему, сколько войн пришлось ввести Орде за земли Азербайджана, нужна была здесь надежная опора. А кто мог ею стать, как не секта Дервиши, которая оплела свои паутины города и селения этого края? Община поистине стала всемогущей. К тихим, вкратчивым словам идущим из Ханаки прислушивались почтением и страхом и простой дихкани на изнатый купец. Узбекан велел вернуть общине скот и в знак признания и искупления вины послал шейху слиток серебра величиною сконскую голову. Были найдены и воины, осмелившиеся войти в мечеть и в дома служителя Аллаха с корыстными мыслями. Одному из них отрубили голову и, бродев сквозь уши волосяной аркан, повесили на шею другому. Толенгиты из личной охраны хана провели его между шатрами и всякий из многотысячного войска мог видеть, что будет с каждым из них, если он поступит так же, как поступили эти двое. Недовольствуясь этим, хан Узбек послал гонцов с приказом с предводителем правого и левого крыла войска. В приказе говорилось, «Тот, кто будет красть или насильно забирать скот и вещи, принадлежащие мусульманской общине дервишей, будет пойман и отдан для наказания мюридом шейка. Никто не смеет творить насилие над жителями Ханаки или над теми, кто нашел там убежище. Если же знающий о преступлении совершенным кем-либо из воинов не донесет об этом, а станет укрывать виновного, то он так же будет предан смерти, как соучастник преступления». Тяжким выдался для Ирана год лошади. Страшные грозы бушевали, над ним а с неба низвергались потоки воды и реки выходили из берегов, смывая и разрушая жилища. Двинулись походы крестоносцы, и мир Чапанбек из рода Сулудзу, неся большие потери в людях с трудом сдерживал их войско. И спокойно стало и на других границах. Обстановка для узбекана сложилась благоприятной, но, окрыленный первыми успехами, он потерял осторожность, забыл, что перед ним сильный и опытный враг, умеющий даже в трудную минуту собрать силы и оказать сопротивление. Хан не задумался, почему приходилось отважному Нагаю неоднократно возвращаться в эти земли, чтобы удержать, сохранить их за Золотой Ордой. Беспечно веселье и развлечениях проводили время на берегу Куры войска Хана, пока не стало известно, что навстречу ему движется внук Газана, а Бусиид с десятью туменами. Еще более стревожило сообщение, что в тылу Узбекана на пройденных и покоренных землях, неведомо откуда, появились сильные отряды противника. Опасаясь окружения, Хан, даже не попытавшись собрать свои силы, в один кулак велел отступать. Бросая награбленное, оставляя гурты захваченного скота, тумены Узбекана поспешно отходили к Дербенту, и отход этот скорее походил на паническое бегство, а бегущего бьет каждый, у кого хватает смелости и решительности. Тяжело переживал Узбекан свое неожиданное поражение. Черный от злости и от степной пыли, возвращаясь в родные степени кипчак он шептал «Придет еще мое время, я отомщу за позор, мое время придет». Смута спит, да проклянет Аллах того, кто ее разбудит, говорится в одном из преданий о пророке Мухаммеде. Спала смута в Золотой Орде и последние годы правления Токтай-хана и пришедший ему на смену Узбекан на последних своих дней не давал ей проснуться. Соколиным оком следил он за многочисленными чингизидами, безжалостной рукой вырывал с корнем каждый росток непокорности. Ни до Узбекана, ни после не знала Золотая Орда такого расцвета и могущества такого единения. Необъятны были ее земли, принадлежала Орде Юго-Восточная Европа от Днепра на восток вместе с Крымом и Булгаром, Среднее и Нижнее Поволжье, Южный Урал, Северный Кавказ на Дербента, Северный Хорезом, земли в Нижнем течении Сайхуды и степи, лежавшие на север от нее и Аральского моря, до рек Ишима и Сарасу. Как и прежде, начиная с самого возникновения Золотой Орды, на окраинах ее не прекращались войны за пограничные земли, за пастбище и водопои, но в самой Орде царил мир и покой. Купцы, проезжавшие через владение Узбекана, говорили, «В этих землях стоит такая тишина, что жаворонки вьют свои гнезда на спинах овец». Золотая Орда и Белая сильные войска и потому подвластные ей народы не решались даже мысленно воспротивиться любому приказу хана, исправно платили подати. На бесконечных дорогах Орды установилась тишина. Исчезли шайки бармтачей еще недавно безнаказанно грабивших купеческие караваны и случайных путников. Во времена Узбекана караван, вышедший из Ургенча, за три месяца мог дойти до Крыма. Купцы отваживались отправляться в долгий путь без охраны и повсюду, если в казну Орды выносилась плата, на ямах им давали ночлег и еду. Но не только военная мощь, обеспечивала спокойствие Орде, в городах развивалось ремесло, дикане без страха выходили на свои поля, и никто в эти годы не разрушал их рыки, по которым струилась живительная влага. И не потому, что при Узбекане поборы с ремесленников и дикан стали меньшими, они по-прежнему оставались высоки, по-прежнему в казну хана уходила большая часть заработанного в мастерских или выращенного на полях. Но совсем иной стала жизнь, когда человек чувствовал, что над его головой не висит меч жадного до добычи и от того не знающего пощады воина. Ушел страх за свою жизнь, и люди почувствовали себя счастливыми, довольствуясь малым. Но главное богатство Орде давала торговля. Пришел на землю мир, и потянулись в города купцы с востока и запада. Великий шелковый путь пролегал через просторы Дештикипчак. Он дайманил к себе купцов со всех сторон света. Еще при хане Токтая, отдавшем Крым в управление своему родственнику Эмиру Яндже, города Кафа и Судак сделались крупными торговыми центрами. Ловкие генуэзские купцы умели жить в мире с правителями Золотой Орды. В Кафу и Судак приходили караваны с шелками из Китая, с драгоценными камнями, жемчугом и кораллами из Индии. Русутские купцы везли сюда шкурки из соболя, бобра, куницы и белки, мед и воск. Кочевники доставляли к черноморским пристаням шкуры и шерсть. Все это пользовалось спросом в средиземноморских странах. В ответ они присылали ткани, фарфор, выделанные кожи, посуду и стекла, дорогие украшения золота и серебра. Трудно переоценить значение великого шелкового пути для Золотой Орды и для стран, которые он связывал между собой. По нему шли не только товары, за которые люди платили звонкой монетой. По нему пришла на запад арабская алгебра и труды Абдмансура Альфараби, великого ученого, жившего в IX веке в городе Атрари и написавшего комментарий к логике Аристотеля, врачебные каноны Ибн Сины из Бухары, знания, добытые великими учеными и мыслителями Востока Альберуни, Аррази, Али Ибн Аббасом. Восток же узнал философские и научные трактаты Демокрита, Платона, Аристотеля, Птолемея, Архимеда и Эвклида. Не только купцы шалевели кемшелковым путем. Вместе с ними отправлялись в долгий и опасный путь люди, которые хотели видеть величие и необъятность мира своими глазами. Они разносили правдивые сведения о других странах и народах, собирали по крупицам знания, рассеянные по всему свету. 17 лет прослужил у хана Хубилая венецианец Марко Поло и благодаря ему на карте вычерченной в год овцы 1247-й М. Сануда появились Грузия, Китай, Дербен. По его же сведениям в год Барса 1254-й на карту составленную Медичи были нанесены остров Суматра и Бенгали. Книга великого венецианца, написанная им о своем путешествии по Шелковому пути, помогла Христофору Колумбу через 200 лет в его плавании, приведшем к открытию Америки. Великий Шелковый путь начинался от плодородных равнин Китая. Одна его ветвь уходила по берегу Южно-Китайского моря на Цюаньчжоу, потом морем до Сабы. Отсюда через Андаманское море и Бенгальский залив на Малаймур и Куилон, затем Аравийским морем до иранского города Ормуза. Другая ветвь, начавшись от Хан-Балыка, через горы и пустыни Улуса Великого Монгольского Хана и Дешти-Кипчак, вела к приморским городам Ирана. Подобно большой реке, что, выйдя на безбрежные равнины, разделяется на протоки, имел этот путь одно начало, город Хан-Балык и четыре ответвления. Первый вел из Улуса Великого Монгольского Хана через Кашгар и Керман в Арбуз. Второй шел на Кабул, султанию Тебриз. Но самое большое значение для Золотой Орды имели две последние караванные тропы. Начиная как и все остальные от Хан-Балыка, одна из них, миновав город Алмалык, Ургенч-Сарай-Берке, заканчивалась Вазак-Тана, другая через Хорезом в безводное плато Устюрт, выводила к иранским городам, стоящим на берегу Хазарского моря. На Узбекхана мало кто из купцов отваживался пользоваться этими тропами. Безводие, отсутствие мира на землях, через которые приходилось идти, заставляло караван Баши выбирать иные пути. Но чем спокойнее становилось в Золотой Орде, тем оживленнее делались эти дороги шелкового пути. Казалось, этому благоденствию никогда не наступит конец. И вечно будут идти своей мерной, неторопливой поступью бесконечные вереницы верблюдов по просторам Азии. И гортанные крики погонщиков, смешиваясь с тонкой степной пылью, будут глохнуть, теряться в дрожащем знойном мареве. Но всему приходит конец. В год коня 1354-й османская Турция захватила пролив Дарданеллы и тем самым закрыла единственные ворота, ведущие в Средиземноморье. Минуло еще несколько десятилетий, и хромой Тимур, разгромив тумены золотардынского хана Тахтамыша, обрубил вторую веду в шелковом пути. Великое дерево засохло. Еще совсем недавно шли здесь караваны и звенели человеческие голоса. А теперь окрест лежали заброшенные поля, разрушенные селения. В золе и пепле медленно умирала могущественная и богатая столица золотой арда, город Сарайберке. И ее не пощадил хромой Тимур. Морские державы той эпохи, Испания и Португалия, начали искать иные пути к богатствам Индии и Китая. Они нашли их, и постепенно забылось былое величие шелкового пути. Лишь летописи и легенды доносили до нас рассказы о той поре удивительные и противоречивые, полные глубокой правды и красочного вымысла. Но до гибели шелкового пути с времен Узбекхана оставалось долгих двести лет, и ни один провидец не смог бы тогда предсказать его печальную участь, а пока по нему шли и шли бесконечной чередой караваны, и баснословно богатые купцы зарывали на его обочинах клады, чтобы скрыть свои истинные доходы от золотоордынских сборщиков пошлины. Богатели купцы, богатела и орда. Особой благосклонностью Узбекхана пользовались купцы-мусульмане, и дело было даже не в том золоте, которое поступало от них в казну. Другое заставляло его всячески поощрять купцов и приближать наиболее знатных к себе. Они превратились в глаза и уши хана. Кто, как не вечные странники, лучше других, осведомлен, что творится в том или ином государстве, улусе, городе? И купцы не жалели денег и подарков, когда надо было развязать чьи-нибудь язык, так как знали, Узбекхан щедро платит за каждую важную новость. В мирное время купцы-мусульмане были лазутчиками хана. Когда же появлялась необходимость, они снабжали его войско оружием и верховыми лошадьми. Им принадлежало право доставлять на строительство дворцов и мечетей подделочные камни, еду и одежду для рабов. Через них доставались самые дорогие ковры, золотые и серебряные украшения из разных концов света, индийский чай и китайский шелк. Отбросив в сторону кинжал, Узбекхан поднялся с постели и, бесшумно ступая по ковру, прошелся по юрте. Сон не забывался. Он уже не пугал, но хану было не по себе. Неужели настолько несправедлив мир, что не дано человеку до конца почувствовать себя счастливым? Хан вдруг понял, что совсем не случайно вспомнилось ему далекое. Все двенадцать лет он думал, как вновь помчатся его тумены по просторам Шарвана, как в смятении страхи побегут перед кипчакской конницей враги. Он чингизит, а они не прощают позор. Разве можно забыть унижение, как вслед за его отступающим в беспорядке войском хлынули на земли Северного Кавказа, принадлежащие орде тумены Чопанбека. Эмир грабил селения, убивал людей, угонял скот, а Узбек хан, не сопротивляясь, бежал без боя вглубь кипчакских степей. Давно обрела силой золотая орда, способная отомстить за прошлую обиду, но что-то мешало Узбек хану привести мстительный замысел в исполнение. Сначала под предводительством кипчака Акберена возникла смута в Маверанахре и хан почувствовал, что она может перекинуться на его земли, отложил поход. Затем неспокойно стало в уросудских княжествах. Так и проходили год за годом. Великий Чингисхан учил не прощать обид. Пора подумать, как выполнить его завет. Узбек хан мудр. Время научило его, что рассчитывать на успех, имея только сильное войско, нельзя. К походу следовало хорошо подготовиться, все узнать о враге и, выждав удобный момент, нанести удар сильный и беспощадный. Хан набросил на плечи теплый халат и неторопливо вышел из юрты. Утро только начиналось. Солнце поднялось над высокой грядой островерх белых гор. Глубокие тени лежали в их морщинах, и потому освещенные пики и выступ из скал казались белее. Налетел небольшой порыв ветра, и ноздри хана затрепетали, уловив запах мокрых водорослей и соли. Совсем близко, за невысокими холмами лежало Черное море. Подписывайся на канал в Бусти, чтобы слушать полные версии аудиокниг. Ссылка под видео.